Добрый день, добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой YouTube канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 високосного года. Ну что, дорогие, присаживайтесь! Если вы еще не подписаны на канал, то тогда подписывайтесь, ставьте колокольчик для того, чтобы получать все уведомления о видео, которые вы буквально в ближайшие дни, и, конечно же, конечно же, к новогоднему столу на празднике как раз-таки самое время смотреть годовой прогноз для всех стрельцов на 2024 год. Ну что, дорогие, поехали! Что касается января, хотела бы, вот открыла я астропроцессор, и хотела бы я сказать, что месяц будет у вас такой классный, безмятежный, несмотря на разворот Юпитера, да, несмотря на ретроградный Меркурий. Хотелось сказать, что вот будет все классно и прекрасно, да, но нет ведь. Нет, январь начинается как раз-таки с разворота вашего управителя, до 4 января Юпитер будет разворачиваться в директное положение, и, внимание, внимание, вопрос, прокатится как раз-таки весь январь будет проходить по всем тем моментам, которые были у вас ранее. То есть все, что было в декабре, перед тем, как он вот был ретроградный, да, вот еще перед тем, как ему разворачиваться с ретроградного, то, что было в ноябре, то есть вот он, вот то, что вот он вот с 4 сентября, когда развернулся, пошел, да, то будет сейчас-таки опять этот отрезок времени проходить обратно, и что? Естественно, здесь уже есть вариант сделать старые истории, развернуть их и пройти, как вам бы хотелось. Уже будут моменты вырулить ситуацию в плюс, не в подвисать, не проваливаться в прошлое, да, не вариться вот в этих буре эмоций и воспоминаний, а нормально себе идти, зарабатывать тот уровень благосостояния в копилочку своих желаний, которые бы вам хотелось, потому что, да, напоминаю, что Юпитер сейчас катится по тельцу, а телец это материальный благ мастер, я бы так сказала, да, поэтому материальные блага, которые хочется, чем хочется себя окружить, какой уровень нормы хочется иметь, какой уровень жизни, вообще, что хочется иметь, да, из материального. Конечно же, точно так же Юпитер отвечает за именно нематериальные блага, да, но за обретение определенной философии для того, чтобы достичь что-то материальное в этом мире, естественно, да, поэтому так как он сейчас катится по тельцу, а телец это как раз-таки знак у нас всего материального, финансово-денежного благосостояния и тому подобное. Роскоши в том числе можно назвать, поэтому, мои дорогие, понимайте, что если вам хочется подняться в плане уюта, комфорта дома, вот прям вот, если раньше не получалось, то сейчас оно будет получаться, январь как раз месяц, когда мы будем работать на ту историю, которая раньше не срасталась, сейчас она будет срастаться, главное понимать, что вы делаете. Несмотря на то, что месяц начинается с ретроградного Меркурия, уже с 3 января уходит ретро Мерк в небытие и весь январь мы будем прекрасно коммуницировать, общаться, только есть небольшая такая помарочка, Мерк становится в соединении с Марсом к концу января, да, и здесь, конечно, захочется злиться, ругаться, если что-то будет не получаться, да. Еще к 20-м, к 25-м числам января, конечно же, солнце встанет в такую квадратуру с Юпитером, и здесь, конечно, такие претензии, как что-то не получилось, что-то не сделалось, не смоглось. Понимаешь, вот такая вот история, когда мы что-то хотели, это когда кто-то что-то хотел и что-то делал, да, потому что люди делятся на две категории, одна категория хочет и делает, и другая категория хочет и не делает. И здесь история того, что вот если вы хотели и не делали, не прикладывали никаких усилий, но объективно вот, да, вот честно, если вы понимаете, что вы не сделали, тогда будет очень много недовольства, претензий, глупых покупок, глупых трат, и такая история, что вы захочется вот прям предъявить это кому-то, то есть вот такой вот эгоцентризм будет того, что все меня вот подставили, что из-за всех у меня все так плохо. А если же вы понимаете, что вот хотел, но не сделал, понимая, что недостаточно приложил усилий, недостаточно постарался, и перестать давить вот этой жабы на шею, да, как говорится, и всех обвинять, и просто принять тот факт, что сейчас вот не получилось обрести тот уровень благосостояния, материальных благ и успех в том числе, он будет чуточку позже, тогда этот момент будет на самом деле нормальным. Что еще будет в конце января? Первая неделя января, естественно, она ленивая, страна отдыхает на праздниках, мир отдыхает, не сможет сработать, потому что вот такое ленное состояние, очень сложно будет расшевелить людей, да. Вторая и третья неделя прекрасны для работы, прекрасны для того, чтобы запускать дела, которые откладывали, не смогли сделать в 23-м году, да, у нас уже на секундочку 24-й год, да, поэтому здесь вкладывайте силы, эмоции, энергию для того, чтобы все стало продвигаться, то, куда вы хотите идти, потому что 24-й год это год, когда необходимо прям вот понять, куда вы идете, вектор по жизни, курс, ваше направление, кем вы хотите стать через 5, 10, 15, 20 лет, да, то есть и на основе ежедневных каких-то монотонных действий мы определяем свое будущее, вот так складывается механизм, вот так это работает, да, и естественно, естественно, без ложки дегтя не обошлось, последняя неделя, да, последняя даже чуть больше, чем неделя, января здесь, конечно же, с 21-го января Солнце меняет знак из Козерога в Водолей, 23-го января Плутон меняет знак из Козерога в Водолей, да, и они находятся с Солнцем в соединении, на секундочку, и что, с 24-го января у нас разворачивается Уран, планета, то есть момент Водолейский, да, и планета Уран, они когда разворачиваются, я не скажу, что Стрельцу очень плохо в этот момент, да, Стрелец огненный знак, активный, деятельный, действенный, но если нету плана, то тогда, скорее всего, действия эти будут хаотичные, странные и непонятные, поэтому, дорогие Стрельцы, понимайте, что вам необходим план хотя бы на конец января. Вообще, я вам советую, сделайте план в долгу, потому что вы вообще, в принципе, тот знак Зодиака, который без плана на жизнь живет какой-то странной, непонятной, хаотичной жизнью, поэтому здесь для того, чтобы, ну, активно жить и иметь интересную, яркую жизнь, необходимо прям иметь план, и тогда вы поймете, что если вы живете в гармонии со своей душой и телом, да, то есть со своим «я», то вы поймете, как интересным образом жизнь начнет складываться, и интересно закручиваются моменты и события. Без плана Стрельцу очень плохо, наверное, вы знаете, есть категория Стрельцов, которые постоянно что-то делают, постоянно на движнике, в каких-то поездках, путешествиях, они не обязательно заграничные, но это обязательно поездки, да, то есть постоянно какой-то движняк, да, пусть даже в пределах одной страны, и вы знаете Стрельцов, которые лежат на диване, ничего не делают, так вот, у одних Стрельцов просто есть план по жизни, они реально понимают, что вот я хочу этим человеком стать, и он постоянно что-то придумывает, это же огненный знак, там без придумок вообще никак, там вот без вот этого огня, который туда-сюда активный, да, непонятно, да, вот как вообще жить. А те Стрельцы, у которых нет плана, они не могут зажечься, то есть огня внутреннего нет, они не понимают всю сущность бытия, потому что, ну, история вот она вот такая, да, поэтому, мои дорогие Стрельцы, наметьте план на жизнь, не только на работу, ну, 2024 год, вообще, в принципе, год, когда необходимо сделать план на, ну, на десятилетку как минимум, да, то есть и разворачивать вот эти события, да, как минимум на 10 лет, и как максимум, ну, вообще на всю жизнь, кем вы хотите стать, каким человеком, да, и здесь, конечно же, история того, что если плана нет, то обстоятельства, которые будут происходить в мире, потому что 2024 год, он богат будет на события, которые будут трески, быстрые, четкие, ну, вот как разворот Урана в начале, ну, в конце января, то есть вот как начнется, как говорится, год, да, год начинается, между прочим, 2024 на развороте Юпитера, да, ваш прямой управитель, дорогие Стрельцы, поэтому понимайте, вас уже как бы разворачивают из вот этого движения назад в движение вперед, поэтому год у вас вот должен начаться уже вот с такого разворота, и вы вот такие вот просто, если не понимаете, куда вы идете, вот будет такая немножко вот выбита вас из колеи, поэтому, дорогие мои любимые Стрельцы, в работе, если вы будете продолжать старые проекты, старые проекты до 20-х чисел января, еще будут работать, будут работать, как раньше, дотягивать, дополучать там прибыль, прекрасно получится вытащить оттуда прибыль, особенно если вы недополучили ее в 23-м году, хотели, планировали, старались, не получилось, в январе хорошо, нормально получится, с 20-х чисел января, как Плутон перейдет в Водолей, да, и потом Уран начнет разворачиваться, то здесь, ребят, понимаете, Уран сейчас идет по ознаку у нас Тельцу, по Тельцу, он будет, я бы так сказала, уровень благосостояния, который есть у каждого, и все те привычки, к которым мы привыкли, да, он это потихонечку, вот так вот, знаете, как вот этот настольный хоккей, куда вот летит вот эта шайбочка, да, вот так вот и будет рандомно выкидывать в разные стороны, поэтому вот кто куда, как говорится, да, кто зависит от размера личности, если личность такого характера активного, яркого, выживаемого, то есть, если человек способен выживать в любых обстоятельствах, нормально ему будет, если человек способен выживать без материальных благ, без комфортной, такой ленной, приятной, расслабленной жизни, тогда у этого человека все будет хорошо, если же вы стрельцы, которые не могут выживать в такой жизни, то есть, в такой активной, движниковой, непонятной, нестандартной, тогда будет сложно, поэтому, дорогие, к 20-м числам января готовимся сразу, год наступил активный, движниковый, и если вы смотрели меня последние полгода, ну, с сентября точно, я в каждом гороскопе говорила, ребята, поднимаемся, 24-й год начнется быстро, неожиданно, с новыми событиями, да, которые заставят выходить из вот этой вот обыденности, заставляют гнаться по жизни, заставят любить и ценить эту жизнь, да, понимать, зачем мы здесь, поэтому, дорогие мои, по-старому будет сложно, по-новому будет тоже сложновато в самом начале, только потому, что вы боитесь, не хотите, противитесь и тому подобное, как только вы поймете, что надо начать действовать, заиграет азарт, вот эта вот вспышка произойдет, и вы такие, вау, классно, все, работаю, становлюсь, не так уж и страшно было, да, что касается личной жизни, что касается личной жизни, то, конечно же, кто у нас всегда страдает, когда в жизни, в работе обстоятельства, которые, которые мы немножко не готовы, ну, конечно же, личная жизнь, да, обстоятельства, которым мы немножко не готовы, это конец января, нас 20-х чисел, да, третья декада, можно так назвать, Первая неделя, января, она, я бы так это сказала, ленная, не желающая в этом разбираться, да, вот такое состояние, состояние упреков, но если же вы не выйдете на эту колею упреков, обвинений, ближних своих, тогда все будет прям классно, все будет хорошо. Тогда вы можете просто так провести праздники, отдохнуть, вот этот свой, организовать отдых и потом, естественно, напитаться вот этими вот тихой, спокойной обстановкой, не работой, прям вот насладиться свободным временем, а потом, естественно, быстренько собрались и делаем, да. В личной жизни, в личной жизни в середине января все хорошо, вторая, третья неделя прекрасно, не ругайтесь, не ссорьтесь, если же вы свободные, свободные стрельцы, то, конечно же, последняя неделя января на развороте урана вообще никак не подходит для того, чтобы ходить в ЗАГС, расписываться, совершать сделки какие-то, да, то есть все договорные отношения на развороте урана продлятся недолго. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, внимательно и договоренности там тоже будут очень шаткие. Поэтому, если вы хотите что-то сделать основательно и серьезно, вторая, третья неделя января или же уже переложите на февраль. Вот такой нестабильный, я бы сказала, январь, обычно он такой месяц стабильный, стабильное одиночество, стабильное спокойствие, в этом году нет. В этом году мы сразу с января в тонусе, поэтому, мои дорогие любимые стрельцы, работаем над собой, учимся проходить те уроки, которые мы не проходили, начинаем делать то, за что раньше не брались и, конечно же, идем во все новое. Потому что еще немножко, несколько лет мы будем, ну как, 24, 25 и 26 вообще будет просто огненный. Нам вот эти три года покажутся всем, что 20, 21 и 22 были вообще вот просто вот, вот просто спокойными. Поэтому, мои дорогие, очень много событий произойдет и поэтому, для того, чтобы быть к этому готовым, необходимо просто самим стать активнее. Кстати, прекрасное время в январе заняться спортом, активным, движниковым, прям реально для того, чтобы начать двигаться сильнее, быстрее и для того, чтобы было больше энергии. Особенно, если вы в последнее время чувствуете, что заленелись и ничего особо не делаете или у вас какие-то постоянные обстоятельства, которые вам надоели, вот измучили вас. Поэтому, да, поднимите просто свой уровень энергии, активности и мозговой, и физической энергии, да. Запишитесь в спортзал и начните там играть в шахматы для того, чтобы понимать, как это все сейчас будет двигаться, да. То есть расшевелить и ум, и сознание, и физическую выносливость. Вот такой неоднозначный гороскоп на январь 2024 года. Месяц, который заставит побегать, пошевелиться, поделать. Я не скажу, что каких-то бюрократических месяц мастер, если что его первая декада, но... Первая декада это первые 10 дней, я же надеюсь все это знают, да. Поэтому на всякий случай. Поэтому понимайте, распределяйте свои силы, распределяйте свои энергии, понимаете, не эмоционируйте. Особенно на развороте Урана бесполезно. А на развороте Юпитера тоже, в принципе, ну вот выйдет вот оно вот все вот это претензионное ко всем. И что, ну выйдет и выйдет. И здесь уже не надо вот так вот сильно вгорячиться было. Обычно просто когда вот идут претензии к кому-то, нет активных действий. А действия как бы нужны в январе, это месяц, когда необходимо действовать продуктивно. Особенно в первые 20 дней его, пока солнце еще в Козероге. Активно действовать, составлять план, идти заземляться в этом плане для того, чтобы показать всю четкость своих действий. Дорогие друзья, это был гороскоп для стрельцов на январь 2024 года. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если у вас есть вопрос, оставляйте его здесь вот под этим видео. Если же у вас свой персональный вопрос, пиши в ссылке в шапке профиля. Есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, поговорим о вас лично. И когда оставляете вопрос, самое важное, дата, время и место вашего рождения. Ну и сам вопрос, чтобы я понимала, что именно это вас интересует в данный момент, сейчас. Потому что вы сами понимаете, что на планете 700-800 миллионов стрельцов. И для всех одинаковая жизнь не может быть таковой, понимаете, да? Поэтому вот, это был общий гороскоп для стрельцов на январь 2024 года. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. И по классике вот здесь актуальные ролики, которые вы можете посмотреть еще сейчас. Спасибо, что были здесь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...